Добрый день, уважаемые телезрители! С вами снова передача «Вера и слово» и её авторы и ведущие. Настоятель храма Иоанна Предтечи, праэтилей, отец Дмитрий. Писатель и журналист Юрий Маринис. Сегодня мы поговорим о 23 февраля, о Дне защитника Отечества. И сегодня у нас особый гость, приятный гость, это Виктор Николаевич Николаев. Я рад его видеть, потому что это мой коллега. А ещё он майор в отставке, бывший афганец, лётчик. И также автор нескольких книг, за которые он достоин очень значительных литературных премий. Батюшка, будьте добры! Виктор Николаевич, на Ваш взгляд, сегодняшняя армия в какой мере соответствует тому идеалу христолюбивого воинства, которым мы стремиться должны и который мы знаем из прекрасных памятников, скажем, дореволюционных? И может ли она вообще достичь этого идеала? И за счёт чего? Я думаю, что наша армия, в которой главным стержнем духовности проходит такое понятие, как за други своя, за веру царя и отечества, она всё равно при любой ситуации, как бы на неё не влияли отрицательно, сохранит тот великое значение, ради чего вообще армия в России существует. За защиту нашей земли, своих граждан. Конечно, есть очень много, которые бы желали нашу армию унизить. Да. И сделать всё, чтобы уничтожить вот этот дух, вот этот патриотизм и героизм, как это всё происходит. Но тем не менее, если взять во внимание войну в Афганистане, две чеченских войны, всё равно красной линией проходят вот эти великие подвиги, на которые надо обращать большее внимание и на которых надо учить нашу молодёжь. Взять абсолютно с любого момента. Вот мы нередко говорим о таком понятии, как «золотая молодёжь». Да, да. Знаете, я в Москве, когда писались мои работы, особенно вот последняя книга, которая была представлена на Патриаршеву премию, время подумать о главном, я специально побывал в тех местах, где проводит так называемая «золотая молодёжь» своё время. И вот что бы я хотел сказать. Вот глядя на их поведение и на ту мораль, на которой они воспитаны, золота там нет. Его не было и никогда не будет. И, к сожалению, душу вот этих молодых людей уже давно прогнили настолько, что восстановлению, видимо, они не подлежат. Да, они не подлежат. Но, смотрите, на телеэкранах они, в сериалах они, как пример для подражания общественной, да, они. А откуда возьмётся вот этот вот дух, вот этот вот идеал? Ведь у нас сегодня в армии далеко не все служат. А я скажу, откуда это возьмётся. Если, допустим, наши телеканалы будут настроены на патриотизм и на настоящую любовь к стране, то тогда надо показать настоящую «золотую молодёжь», которая состоит из золота высшей пробы. А «золотая молодёжь» – это Евгений Родионов, наш известный пограничник, парень. Это сверстник наших ребят уже, которому бандгруппа Чечне сказала, «Снимешь крест – останешься жив». И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. И вот этот процесс казни отправили матери, Любовь Васильевна, в город Подольск. И вот эта великая женщина выдержала вот этот просмотр. Она нашла главаря, который это сделал. И они нашли своего сына. Вдвоём они искали этот труп, и они нашли его по крестику. И вот этот крестик сегодня находится в храме святителя Николая, в пыжах у отца Александра Шаргунова, известного нашего священника. И люди к этому крестику идут как к святому на поклон. Есть уже немало случаев, когда Евгений Родионов, у которого, кстати, есть иконы в нескольких храмах, он начинает людям целительно помогать. Ещё «золотая молодёжь», которую можно поставить в пример, это 6-я рота Псковской десантной дивизии. Вот эти ребята, 90 человек, удержали бандгруппу из 2,5 тысяч. Они погибли почти все. И все стали героями России. И вот этих людей надо подавать как золотую. И таких примеров очень много, на основании которых можно реально научить наших молодых людей. И вы знаете, когда с ними ведёшь вот такие разговоры, а у меня встреча начинается от МГУ и заканчивая зонами, где сидят подростки, и они слушают, они замирают, они через несколько минут уходят в себя. И они начинают, наконец, обретать ту информацию, которая им является полезной и целительной для того, чтобы они всё-таки начинали сопоставлять свои поступки в жизни. Ну, это так, это очевидно, но когда наступит то благодатное время, когда у нас по телевидению будут показывать не героя нашего времени, убийцу наёмного, да, и блудницу, а когда будут показывать, когда у нас будет в тюрьме сидеть не полковник Квачков, да, а расхитители армии, которых мы все знаем. Мы можем здесь, понимаете, говорить о каких-то вещах умозрительных, что вот когда-то это наступит, вот когда-то это будет, когда-то по телевизору будет больше святого, чем гадкого. Но а сегодня, вот сегодня молодой человек воспитывается средствами часто массовой информации, он ходит по городу, общается в компаниях, учится в нашей обычной средней школе. И из чего он может взять вот этот вот героизм, когда, ну, Евгений Родионов, мы-то знаем про этого святого, да, и Юрий Геннадьевич знает, и в храмах книжки, но широко-то ведь он далеко неизвестен. За счет чего? За счет каких ресурсов? Вы понимаете, что еще больше вы говорите, откуда мы возьмем? Прямая пропаганда. Это ерунда, все это знают. Поэтому реклама, она действует из-под ворота. Там есть свои законы. Первый раз вижу, второй замечаю, третий думаю, на четвертый что-то еще такое, только на пятый говорю своей жене, надо бы это купить. Здесь те же законы, психики действуют. Но или надо обязательно, или чернуха должна быть какая-то жесткая, которую надо убирать, или, например, и до сих пор некоторые думают, что этим можно сделать тираж газеты, говоря о преступлениях, или передачу какую-то другое. Тут более тонкое. Более тонкое, надо говорить о любви. Больше, чем... Вы правильно сказали. Надо бы, говорили, что война – это божья кара, она неминуема, да? Вот. Но к божьей каре Бог-то прежде всего дал нам чувство.